Группе юбиляр Денис, 9 лет трезвости, поэтому сегодня наша встреча посвящается ему, скажем так. Денис, у тебя 35-40 минут для спикерска, пожалуйста. Спасибо, спасибо, всем привет, меня зовут Денис, алкоголик. Да, с Божьей помощью, с Божьей помощью, с вашей помощью, с помощью этого конкретного места, именно этого места. Да, у меня есть 9 лет и 10 дней сегодня. Спасибо, спасибо, я чего-то волнуюсь сегодня, прям вообще, как будто я не... Сударственный экзамен какой-то сдавать, потому что вы меня извините, пожалуйста. Всегда тяжело спикерить на домашней группе, потому что тут как бы знают меня, по идее, да, и тут... Ну, мне лично сложнее, мне сложнее что-то говорить. Значит, ну, опять же, наверняка вы все знаете, но кто не знает, в двух словах, родился в Украине, в 99-м году приехал в Израиль, пить начал в 14 лет, сразу пили много, сразу пили... Я очень быстро понял, что алкоголь дает ту силу, которой у меня не было. То есть я с раннего подросткового возраста, или там даже, я бы сказал, может быть, с детского какого-то возраста, не нравилась мне эта жизнь. Да, мне настроения всегда были такими, я помню всегда, все время там грустный какой-то, печальный, подавленный, мне все там пугало, напрягало. Вот, и в тот, как бы, когда мы напились там, в первый раз, во второй раз, я сразу понял, что вот, тут что-то есть. То есть это дает мне вот тот самый, дает мне силу, дает мне уверенность, дает мне какой-то вот задор, азарт какой-то, да, я мог делать то, чего я не делал в обычном состоянии, там, появлялось желание, там, общаться с друзьями, с девушками, там, ходить, гулять куда-то, у меня, как бы, до этого мне этого всего не хотелось. И я где-то вот тогда для себя сделал выбор, наверное, что я буду пить, да, мне там, мне казалось это, ну, правильным мужским действием. Ну, важно отметить, что отец у меня, как бы, я думаю, тоже был алкоголиком, я, ну, он, никогда ему не был поставлен диагноз официально, но он пил много, пил каждый день практически, вот, и довольно рано умер, в 60 лет, там, как бы, ну, официальная болезнь сосудов, там, да, ну, я понимаю, и мы понимаем, что это, допился, то, что называется, да. Вот, и я тогда, как бы, ну, вот, в те молодые годы себе сказал, что пить я буду, но не так, то есть я не буду валяться, я не буду, там, вещи из дому тащить, я не буду, там, на жену на свою быковать, там, детей своих лупить, там, и все остальное, да. То есть я как-то так вот себе выбрал, да, что, вот, пить буду, но не так, вот, и каково же было мое удивление, когда, ну, вот, где-то за года-полтора до прихода моего в сообщество, на нем алкоголиками, начались трясти, начала трястись рука по утрам, при том, я помню, что у отца тряслась одна рука, правая, левая не тряслась, он пил левой рукой, и я был очень сильно этому удивлен, и вот у меня было то же самое, у меня тряслась одна рука, я начал пить левой, и я был в шоке от этого, то есть я не мог этого понять, ни с точки зрения физиологии, ни с точки зрения, почему одна рука трясется, ну, ладно, две трясутся, ну это конечно было страшно и есть вот это вот известная ну известная людям нашего у моего возраста до сценка там где чувак пьет с полотенцем вот так стакан подымать да вот мне казалось это каким-то бредным думаю ну кто ж так ну это не так не бывает но нельзя так допиться до состояния что ты не можешь стакан до рта донести вот когда я дошел до состояния что я не могу донести до рта я наклонялся вот так вот там слизывал первый глоток я ну как бы понял что это все не шутки на самом деле что действительно можно дойти до такого состояния вот не буду долго рассказывать как я пил это ну как бы там ничего не изменилось за еще трезвости пил много пил каждый день работа жена все это разрушенного отношения с детьми здоровье тяжелые всякие диагнозы которые некоторые из них по-прежнему со мной вот и я это тоже повторяю на всех своих спикерских в двенадцатом году я пришел вот в это в это благородное место и у меня там четыре или пять раз меня забирала скорая помощь меня увозили откапывали я уходил оттуда и опять продолжал бухать вот слава богу у меня жена выгнала из дома и сказала иди иди что-то с собой делай я думаю это был очень значимый момент но видимо я домучился до того состояния что был готов меня выставили я поночевал в машине утром я вот только не помню не блажь не блажь айфонов да не блажь интернета где 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 телефон нашел мне кажется я в компьютер обычном поискал в общем позвонила я на телефон горячей линии мне ответил владимир сказал притаскивая свою задницу вот я и притащил и слава богу что я очень благодарен богу на полном серьезе что я нашел группу близко от дома что мы не жили в холоне я сейчас живу в холоне и была группа вот здесь вот в этом здании правда в соседнем комнате мы туда собирались я не знаю пошел ли я бы на группу если бы она была дальше я не знаю пошел любая группа на руку в тель-авив например да то есть тот факт что это рядом меня достаточно сильно мне это помогло вот и вот и здесь уже 9 9 лет уже добыл срыв я пришел где-то в октябре 12 года до нового года я как бы там мне не понравилось во-первых я тоже сказать мне не понравилась идея трезвости мне не понравилось вообще концепция сама сидеть в молодежном центре вокруг стола какая-то книжка какие-то разговоры я не понимал что в этом лечит то есть я всю дну я понимал что мне что болею я понимал что я страдаю каким-то расстройством до что я настолько пьюника неконтролируемая понимал что мне нужна помощь но что именно помогает вот в этом сидении за столом и вот чтение каких-то непонятных листов я не очень как бы понимал тогда я честно сейчас не понимаю как это работает вот но и сама сама идея встречаться с такими же как я и говорить о своих проблемах мне было как бы подошла и сказал окей я буду сюда еще приезжать мы туда собирались раз в неделю вот и говорили о шагах говорили там да нет нет там делились радостным наболевшим и после нового года я сорвался я сорвался ну сорвался не сорвался в буховой короче пить пошел вот очередной запой из которого я вот с большим трудом вынырнул в феврале да я кто опять же кто меня знает я не точно помню день своей трезвости то ли 13 то ли 15 где-то там где-то в этих числах но я выбрал 13 мне просто просто дата это как-то показалось красивее чем другие вот и дальше девять лет служения выздоровления нахождение в этом сообществе поиск спонсоров замены спонсоров общение с нашими с вами с нашими с вами общение с вами каждый из вас здесь часть моего выздоровления разговоры слова и в машине после группы разговоры с пашей никель несметное количество да там не буду дальше по именам каждый из вас супер важен для меня каждый из вас часть выздоровления я первый год не могу не рассказать у меня очень болела вот просто каждый день болела голова я пил акамол там или иду по четыре таблетки в день там и просто вот на протяжении года первого голова болит но и терпи пройдет я думаю откуда узнать почему он так думает что пройдет да ну прошло могу сказать да мне как я очень боялся я думал что у меня развивается зависимость к обезболивающим я думаю что я мало понимал тогда в сути слова зависимость да и боялся очень я боялся признаваться в этом не казалось я скажу что пью к обезболивающими скажут ну чувак бухать боссу на колеса пересел ты потом вот ну вы вы хорошие ребята вы меня не ругали за обезболиваюсь вот я честно я целый день думаю что же такого сказать что вы чем же таким поделиться да и чем же таким вот что же такого вот я могу сказать да что вот чего не было там год назад или чего не было два года ну ну мы как мы ну как бы я вот по себе сужу да как мы его главный вопрос для меня каждый день главного по для меня каждый день как мы как у меня дела на что вот как у тебя дело хорошо или как это дело плохо и это измеряется на мой взгляд чем-то но мы ими чувствами до что я чувствую нет тем что я съел сегодня да там то есть не сказать мне хорошо дела и steaks ел там дали там котлеты какие-то это меня очень мало заботит на самом деле я вот через какие-то внутренние состояния до либо меня там депрессняк либо у меня наоборот поднятым приподнятое настроение либо мне там как-то вот что-то хорошо там легко на душе либо там тяжело проснулся утром и вот это вот эти вот хорошо и плохо мы вот эти эмоциональные качели вот эти состояния они на самом деле присутствуют на протяжении всей трезвости вот на сегодняшний день да и они и они практически мало чего зависит то есть я все пытался нащупать думаю вот надо какую-то молитву на на правильную найти или нужно какие-то там количество там действия какие-то правильные и тогда вот этого не будет я ну вот я правильно молитвы не нашел до сих пор то есть это я либо хорошо себя чувствую почему-то до утра либо нет не либо там в течение дня либо кто-то испортит настроение либо нет я в конце дня либо у меня там душа поет и всех я рад там видеть там почему-то в семье либо иду в комнате закрывайся никого видеть не мог и сказать что я понял что есть как там это потому что вот это вот это да я не нашел этого рецепта до сих пор я не знаю если он уж пошла нашел еще на 10 лет впереди вот но мне мои наставники говорят это болезнь ты болен ты болен алкоголизм алкоголизм это комплексная болезнь ты болеешь головой ты болеешь душой ты болеешь телом ты болеешь на химическом уровне и эти состояния не зависят нет ничего ты нет такой молитв который ты помолился эти станет хорошо да нет таких действий нет таких каких-то там ритуалов которые нужно совершить и ты гарантированно будешь себя хорошо чувствовать. Но есть наша программа, которая если ей следовать, и не просто программа, а образ жизни, кстати, я тоже хотел чуть позже об этом скажу. Если этому следовать, то твои состояния в целом будут лучше. То есть, если сравнить мой первый год и сходить на мой девятый год, то он значительно лучше. Мои качели все реже, амплитуда все ниже, мне в основном хорошее настроение, в основном меня ничего там сильно не парит, не колбасит. А если уже парит и колбасит, то очень короткий период. То есть, там буквально несколько часов. Опять же, кто там помнит меня в начале пути, меня на неделю вырубал. Я по три дня в постели лежал, встать не мог. То есть, просто вот на эмоциональном каком-то уровне просто вот наступал какой-то день, что я из дома сегодня не выйду. Я просто вот закрывал трясы, окна, задергивал шторы, включал кондиционер, два дня дома лежал. Просто не было сил на эту жизнь. Я сейчас об этом вспоминаю, у меня этого уже нет. Надеюсь, не вернется. Это были тяжелые очень такие периоды. Вот. Но они ушли. Они ушли. Я не могу опять же сказать, что ушли потому, что я часто молюсь там. Или ушли потому, что я делаю девятский шаг. Или ушли потому, что я там сконсирую людей. Я не знаю, почему они ушли. Видимо, образ жизни, он вот такой. Он ведет нас постепенно тот самый прогресс, тот самый то самое движение, то самое развитие по широкому пути. Оно медленно. Хотелось бы быстрее. Хотелось бы, чтобы это прям как вспышка. Хлоп один раз, да, и дальше пошел другим человеком. Но этого, к сожалению, не происходит. Вот. И потому я для себя внутренне, несмотря на то, что по-прежнему бывают сложные дни, сложные состояния, бывают какие-то там, бывает необходимость в десятом шаге сделать, да, бывает необходимость там, не знаю, там, с наставником что-то обсудить, с предыдущим. Это, кстати, тоже не так уж редко и бывает. Практически там раз в несколько дней мне есть необходимость там с кем-то посоветоваться, обсудить что-то. Вот. Но я, что я пытаюсь сказать, что несмотря на то, что состояния эти не ушли полностью, я по-прежнему выбираю жить с помощью нашего образа жизни. Это по-прежнему мой выбор, это по-прежнему лучше, чем то, что было до этого, да, или без этого. И этот выбор приходится делать каждый день. Потому что, что бы я ни сделал сегодня, как бы я ни прожил сегодняшний день, как бы мне клёво не было сегодня, а бывает такое, что прям там на группу сходил, с кем-то пообщался, там под спонсорный позвонил, ты прям летаешь, прям кайф неземной. Утром просыпаешься, как будто не было ничего. Да, чёрный перед глазами стоит, и нужно опять на колени, молитвы, опять звонить, опять там что-то делать, опять на группу идти. И это каждый день, эта история, как бы, да, каждый день как первый. И тоже, ну, это не новость, это аналогия, что невозможно наесться вперёд. Да, вот сегодня поел, завтра пять есть приходится, да. Невозможно выпить таблеток впрок. Вот есть таблетки, которые пьют диабетно, нужно пить одну каждый день. Нельзя выпить пять на неделю и свободен, да. Так и с молитвой, так и с медитацией, так и с духовными действиями. Их нужно делать каждый день. Это духовная гигиена, это духовное, ежедневное духовное действие, которое вот нужно его делать вот так. Невозможно это перенести на следующий день. То есть вот бывает так хорошо, думаешь, разделить бы на два дня, да, чтобы ещё на завтра хватило. Нифига. Завтра нужно это опять всё делать. Вот. Но то, что я сказал, пытался сказать раньше, это образ жизни. И если в первый год, когда Вова мне сказал, начни с простой молитвы. Помнишь, какая молитва была? Господи, всё, что ты хочешь. Меня научил ты. Кто такой молитв, я не знаю. Ты сказал, утром подходишь к нему, говоришь, Господи, всё, что ты хочешь. А в конце дня говоришь, спасибо, Господи. Я помню ещё такое, думаю, слышать всё, что ты хочешь. А если там живот болит, тоже это он хочет, получается, да. Ну, я прям думать на эту тему начал. Вот. Но я начал с этой молитвы, да. И я... Мне заняло время эту идею впустить, что я это тот человек, который молится по утрам. То есть я это тот чувак, который молится по утрам. Это не было для меня так уж однозначно, по такой простой мыслью, да. Я часто забывал, эта молитва менялась, она там была длинная, была короткая. Но сегодня уже нет этих размышлений. Я сегодня не удивляюсь тому, что я молюсь. Да, это вот стало действительно частью моей жизни. Это стало образом моей жизни. Я молюсь, я становлюсь на колене, я молюсь на работе, я молюсь в торговых центрах, я молюсь там дома, спокойно на коленях становлюсь, я при детях я перестал дверь закрывать. Мой первый спонсор, я молился, у меня негде молиться. Четверхкоматная квартира, да. Молиться негде. Он говорит, в ванной молись. Я говорю, не могу в ванной молиться, там если на колене становиться, двери не закрываются. Он говорит, выпили вот так вот снизу под дверями, чтобы это самое, чтобы крухнул меня спонсор, да. Коля Галуби, веселый парень. Вот. И... Ну, я понял, что не соскочишь с этого, да. То есть вот сказали молиться, ищи как, да, не ищи почему нет, а ищи когда. Так вот сегодня нет этого диалога в голове, сегодня нет такого размышления, что там дверь мне в туалете закрывается, да. Сегодня это для меня обязательное действие, и оно даже приятное мне действие. Оно... Ну, это не то, что приятное действие, оно... Оно важное для меня, да. Это некое вот... Эээ... Возвышение моих мыслей, что ли, да. Или какая-то попытка настроиться на волну, на какую-то, на правильную. Это какая-то вот... Эээ... Возможность, эээ... Как вот в радио, да, или где-то вот частоту поменять. Вот посыпаешься в каком-то одном состоянии, да, там, или в течение дня начинаешь бояться, начинаешь волноваться, начинаешь там как-то переживать. И вот там покрутил эту ручечку в голове, там, встал, встал, помолился, да, и вроде как... Вроде как переключился на другую, на более правильную волну. Эээ... И это удивительно для меня. Это удивительно, потому что... Эээ... Я с большим трудом всегда воспринимал, эээ... Ну, все то, что мне там новое, нагазывали, то, что тебе нужно вот так делать, да, там, я всегда говорил, да, что-то... Я все знаю, я во всем разбираюсь, мне ничего делать не надо, как бы, да. Вот. И точно то же самое было с программой. Она заходила мне с неохотой, с конфликтами, с почему четвертый шаг, почему вот так, почему там пятый, почему девятый вот так, да, то есть зачем там второй, давайте второй, давайте без второго как-нибудь, да, и все остальное. Вот. И слава богу, что сегодня это перестало быть для меня... Ну, темой для размышлений, темой для сопротивления, темой для удивления. Да, это вот, ну, наконец-то вошло в меня абсолютно полностью. Вот. И это очень здорово. Это очень здорово, потому что мне казалось, что вот это вот... Ну, это несколько лет длилось моей презвости, мне казалось, что так и будет. Вот этот конфликт между... То есть есть я, и есть программы сообщества, и нужно каждый раз это вот в себя вталкивать, да, там, уговаривать себя на группы ходить, уговаривать себя молиться, уговаривать себя там служить каким-то образом. Да, сегодня вообще этого конфликта нет, диалога нет, все как бы все на месте стоит, и это абсолютно неразделимая для меня часть. У меня в моем ежедневнике созвоны и встречи по АА написаны вперемешку со встречами по работе, да, то есть той же ручкой одинаково, то есть это для меня равнозначное событие для меня это сегодня. Вот. Ну, и я еще немножко коротко, с вашего позволения, поделюсь подарками выздоровления. И, опять же, подарками оказалось не то, что я думал. Да, я был уверен, что подарки это там вкусно есть, на хорошей машине ездить, хорошие вещи носить, там часы какие-то правильно одевать, и будет мне счастье, да. Ну, как я вначале сказал, мои состояния, они не зависят от этого. То есть у меня были часы такие, были часы другие, было 11 часов пар, потом они все в мусор полетели, 11 пар часов, у меня прям такая стойка была, я все в мусор выбросил. Никак от этого не менялось, то, что мне утром или плохо, или хорошо, да. Это прям никак от этого не зависело. У меня была там черная машина, зеленая машина, белая машина, да. А все равно либо плохо, либо хорошо по утрам. Вот. И постепенно вот эта погоня за чем-то материальным, за попыткой достичь чего-то, за попыткой измерить свое хорошо какими-то ощутимыми, осязаемыми моментами, да, оно, слава богу, ушло у меня. Слава богу, я перестал вот измерять свое, как у тебя дела, материальными какими-то единицами. Потому самое дорогое, что у меня есть на сегодня, что дала мне трезвость, да, это чудесные отношения с дочкой, например. Да, это то, что я, опять же, кто там помнит, чем я делился в начале своей трезвости, я не мог ее обнять. То есть она подходила, а у меня руки на ней не замыкались сзади. То есть я просто не мог, мне она была, ну, она вызывала у меня единственное чувство, чувство опасения. Маленькая девочка, посторонняя, ну, посторонняя в смысле, какой-то вот отдельный человек, который ходит там, да, я ни тепла никакого не испытывал, от нее ничего. Сегодня ты один из ближайших моих людей, друзей, я бы сказал, мы с ней абсолютно кайфово общаемся. Она советуется со мной, это вообще мне непонятно. Спрашивает, папа, куда мне идти учиться, например, в вуз, там, после армии, да, или там еще что-то. Это, нету этого дороже для меня. Это просто, вот, опять же, 9 лет назад, если бы я загадал бы желание, чего бы я хотел, чтобы было, я бы этого даже загадывать не стал. Это слишком фантазийная история, а это случилось. Это вот с помощью того, что вы меня научили, с помощью программы, с помощью этого, что я пытался жить. То есть, мне всю жизнь ее хотелось орать на нее, воспитывать, строить ее, там, да, говорить, каким надо быть, чтобы быть хорошей, там, дочкой, как я считаю. А мне спонсоры затыкали рты и говорили, не трогай ее, не трогай, просто вот люби, принимай, обнимай как есть и не дергай ее. И это было очень тяжело, потому что хотелось ее, там, должна посуду мыть, должна вовремя домой приходить, должна там еще так себе, мне говорили, нет, вообще ее не трогай, вот, люблю тебя, дочь, и все. И выросла, действительно, любящая, заботливая, моет посуду, моет полы, вовремя домой приходит, предупреждает, 20-летняя девушка предупреждает, когда уходит, куда приходит, это просто кайф неземной. И это, опять же, если бы я поставил себе целью этого сделать, я бы этого никак не сделал. Это пришло, вот, как книга пишет, да, это произошло само собой. Да, то есть я делал что-то одно, я служил, я там спонсировал людей, я там был занят чем-то вот, вот в этих комнатах, да, ну вот, произошло вот так. То же самое отношение с сыном, тоже был, я опять же рассказывал своих спикерских, что у меня нет с ним фоток, у меня лет до 7-ми с ним нет фотографий. То есть я пил, он был маленький, мне было это неинтересно, мы не проводили вместе время, мы даже не фоткались. То есть вот это был такой период, то есть мы не фоткались, я лежал полупьяный, никто там, он жил какую-то свою жизнь с мамой, да. Вот сегодня это второй мой близкий человек, с которым мы проводим время, с которой есть девушка, которая со мной советуется, которой мы там, конечно, хотелось бы, ну, 17-летний парень, вы понимаете, что там особо тепла, с его стороны там нету, как бы, да, но, тем не менее, это лучшие отношения, которых я мог бы мечтать, когда-либо, да. То же самое отношения с моей женой, с которой мы развелись, жили отдельно, потом с помощью Бога вернулись, как бы, да, это тоже была удивительная такая ситуация, с мамой, с братом, и почему я об этом говорю, потому что вот эти все вещи, это же не измерить никакими, никакими вещами, это не измерить, да, то, что, то, что я сегодня с мамой спокойно болтаю, без обвинений, без упреков, я маме боялся звонить, потому что я маме звонишь, и начинается, да ты там такой раз такой, да ты там бросил, уехал, да ты там все, да ты бухаешь, да мне стыдно за тебя, и там вот так вот телефон держишь, ухо красное, думаешь, да нахер я позвонил вообще, да, когда брат говорил, мне стыдно, что у меня брат алкоголик, я думаю, мы с тобой в разных странах живем, почему тебе стыдно, ты не видел меня 10 лет, да, он говорил, мне стыдно, что у меня брат алкоголик, сегодня мы шлем до другого фотки, мы общаемся, мы созваниваемся, мы очень тепло общаемся, мой брат, который у него, то есть такой, он очень сдержанный человек, он очень такой, он старше меня, он очень холодный в эмоциях, он, мы когда с ним разговариваем, он говорит, ладно, пока люблю тебя. У меня прям аж все, прям, блин, мне это Миша сказал, он любит меня. Это фантастика, это космос, это вообще не само собой разумеется. И я помню, что когда вот я был здесь, так сказать, новичком, и когда говорили о таких вещах, когда Паша делился, да, там, впереди идущий, и говорили, вот, об отношениях, говорили, там, а вот, и это как раз за такой херней. Думаю, ну что там вот с женой, там, у него отношения хорошие, разве это важно? Да, я же там, не это главное в жизни, я же вот знаю, как правильно жить, да, и я вот, я по-другому проживу эту жизнь, да, вот только бы за трезвость зацепиться. Но я вам, ну, как бы, я прихожу к пониманию, что все-таки нет, все-таки это важно, все-таки важно навести порядок в своей семье, важно настроить отношения в своей семье, важно попытаться стать вот тем любящим, вот тем заботливым членом семьи, стать, важно стать любящим членом сообщества, да, мне вчера под спонсорный звонит, и говорит, а я не знаю, что мне с этим новичком делать. Вот пришел новичок, мы с ним вроде поговорили, но я типа не понимаю, ну, как к нему помогать. Ну, кроме книги, то есть книга понятна, что мне еще, я говорю, ну, постарайся его полюбить, постарайся ему просто помочь, вот по-человечески, вот что ты его, то есть выслушать, выслушай, поговорить, поговори, нужно там что-то еще сделать, там сделать, постарайся помочь человеку. Это не свойственная мне психология, это не свойственный мне взгляд на жизнь, да, этому вы меня научили, я понимаю, что сегодня это высший кайф для меня, вот помочь кому-то, это увидеть результат у этого, да, когда мне потом под спонсорный, говорит, я там с дочкой помирился, вот то, что я вам сейчас расскажу, да, я там сына нашел, я там, вчера у меня под спонсорный в хайфе есть, и он все время жаловался мне на одиночество, он говорит, я один, у меня там жена меня бросила, там все, никто меня не любит, я один, живу в одной комнате, там, ничего мне все равно, я говорю, ну, один, один, один. Потом, ты знаешь, у меня семья же есть по миру, я же там приехал, свои бывшие там родины, там же где-то какие-то братья, дядь, тети какие-то есть, я говорю, ну, вперед, давай, ищи их, он говорит, где их найду, фейсбуке телефоны давай начинают мерить еще адрес там с телефонами такими как они называются стационарными да ну давай бог тебе в помощь найдешь нашел своих братьев нашел своих там каких-то дяди нашел своего сына там в чехии живущего все остальное и вот он мне вчера звонит и слушает мой там двоюродный брат просит 1000 долларов он переезжает там где-то с квартиры просит помочь я не знаю что делать и тогда ему денег это и называется семья ты же хотел семью лишь хотел чтобы тебя ну вот тебе брат просит денег дай ему денег и он мне потом призвание ты не представляешь я такого никогда не испытывал у меня во первых есть брат и во вторых я могу ему помочь и я ему послал день холит спасибо брат я это вдруг у меня сложилось какую-то вот в одну в такую картину мира и это бесценно мне кажется это вот действительно это то что мы вот в трезвости вот умудряемся вот так вот обрастать обрастать или формировать или какое слово правильно русское использовать но новыми отношениями или исправленными старыми отношениями этому этому нет цены на мой взгляд и вот это ну то что знает про подарки выздоровления да опять же вот вы наверно кто знает я я сейчас работаю на работе которого даже не мечтал я работаю по своей специальности работаю там с детьми в школе там психологом мне даже об этом говорить не хочется это мне не кажется важно мне это не кажется то что это сюда нужно приносить да и но работаю работаю дома а вот вот об отношениях восстановленной семье о том что вот о том что как это как это происходит с помощью бога вот это мне кажется важно и вот сам этот факт деление на важное не важно это тоже длине не очевидно для меня да то есть мне казалось ну вот там устроиться получит там зарплату побольше там майонеза потолще на хлеб намазать колбасы сколько побольше положить вот счастье да а сейчас майонез нельзя колбасы нельзя нельзя ничего нельзя но это другая история вот друзья не знаем что еще сказать я правда я меня переполняет очень теплые чувства я рад вас всех видеть не очень приятно что виталик на приехал и общение ждал что виталик выберется там спасибо большое паша вообще отдельный отдельный поклон большое спасибо без без вас без этого места без этой программы ничем не было ничего бы не было я бы здесь не сидел я бы где-нибудь лежал в другом месте скорее всего и вряд ли бы живой спасибо что послушали я ну не нашу спасибо